Гармонистов Несмотря на то, что на конкурс многие участники приезжают каждый год, они как в первый раз волнуются перед выступлением. За кулисами все переживаем, так как всем хочется хорошие места взять. Вот за кулисами переживание только одно – расслабляемся только после сцены, когда выступим. И это неудивительно. С каждым годом повышается престиж конкурса, расширяется его география. В этом году он приобрел статус межрегионального. Побороться за победу приехали гармонисты из Нижегородской, Саратовской, Пензенской и Самарской областей. Мастерство музыкантов из других регионов жюри оценивало по видеозаписям. В 2019 году в конкурсе приняли участие более 500 коллективов. 48 из них были признаны лучшими. Они и выступали на гала-концерте. Причины такого размаха мероприятия более чем оправданы. Мы его сделали открытым для того, чтобы расширить наши границы. Потому что мы поняли это, что мы уже не помещаемся в Республике Мордовия. Так как наши гармонисты выезжают во всем известный Всероссийский фестиваль «Играй гармонь» в Ивановскую область. И оттуда они приезжают всегда у нас лауреатами первой степени и обязательно забирают гран-при. Поэтому мы решили у себя провести вот такое огромное мероприятие. «Играй гармонь» – конкурс не только для опытных музыкантов, но и для совсем юных дарований. Заявки на участие принимаются с пяти лет. Я победила в одном из районов в конкурсе и я попала сюда. Я учусь в Атюринском РДК у моего учителя Николая Федоровича Турусова. Мне бы как раз и хотелось выиграть. Гармошку в Мордовии любят все, начиная с обычных граждан, заканчивая мэром Саранска, который, кстати, тоже не смог пропустить это поистине народное мероприятие. Такие фестивали – это же плоть от плоти народа. Посмотрите, сколько людей и билетов нет. Это о чем говорят? О том, что людям это нужно. Ну а гармошка – это особый инструмент, это грушать народная такая. Гости из других регионов играют на гармонии не менее виртуозно, чем наши земляки. Но все-таки признают – уровень музыкантов из Мордовии очень высок. Уровень все-таки высокий. У нас много проходит фестивали в Нижегородской области. Все-таки я смотрю, что уровень, наверное, здесь у вас повыше, чем у нас в Нижегородской области. То есть гармонистов, которые профессионально играют на гармошке, намного больше, чем у нас. Николай Лузин победил в номинации среди музыкантов-профессионалов. Лучшим гармонистом-любителем стал Виктор Сельдюшов. Также лучшими в своих номинациях были признаны ансамбль гармонистов имени Серафима Учуваткина, Анна Кукушкина, Алексей Макаев и ансамбль «Забава». Обладателем гран-при в этом году стал зублополянский коллектив «Добрые молодцы». В подарок музыканты получили фирменную «Тульскую гармонь». Анастасия Турусова, Игорь Конгаев. Наши новости.